Я вам расскажу некий способ, как можно улучшить оценку числа Рамсе, используя те методы, которые мы с вами знаем. Улучшить чуть-чуть совсем, но тем не менее метод очень красивый, поэтому я его обязательно вам расскажу. Так, ну, смотрите. Мы с вами ввели случайное величину х от омега, где омега это случайная раскрашка, и х от омега это и есть число одноцветных s-клик. Ну, или одноцветных ks, так как-то, k смс, да? Мы знаем, что математическое ожидание х равняется c из n по s на 2 в степени 1 минус c из s по 2, коль скоро n это вот, собственно, количество вершин, в том графе, рёбра которого мы красим, да? Это я просто всё повторяю, то, что мы знаем, ничего пока не было, да? Да. А вот тут вот такое вот соображение можно применить. Давайте. Не будем предполагать, как мы это делали раньше, тут важно, не будем предполагать, как мы это делали раньше, что математический ожидание меньше единицы. Оно вроде выше. Вот тогда, казалось бы, мы не сможем сделать вывод, что х на каком-то омеге равняется нулю, правильно? Да. Ну и ладно. А не нужно. Будем действовать чуть-чуть по-другому. Но, во всяком случае, мы можем сделать вот такой вывод. что х на каком-то омеге не превосходит c из НПС на 2 в степени 1 минус c из Аспода. Чему бы эта величина не равнялась? Ну, то есть она может быть меньше единицы, тогда все это. Это омега нам дает ту раскраску, которая нам нужна. Да. Ну, а может, она не меньше единицы. Но, во всяком случае, есть такая раскраска, на которой количество вредоносных КС, вредоносных, одноцветных, не больше вот этой величины, правда? Такого она смущает, такая долина существует. Вот я нарисую картину. Вот наш К с индексом Н. И вот мы берем вот эту самую раскраску, в которой не более чем столько вредоносных КС, одноцветных КС. Давайте вот. Есть какой-то один КС одноцветный, есть какой-то другой одноцветный, какой-то третий, какой-то четвертый. Они могут пересекаться, понимаете, да? Но их не больше, чем столько. Всего Н вершин у графа. Он покрашен некоторой конкретной раскраской омега. Да. Давайте сделаем так. Давайте возьмем из вот этого графа на Н вершина удалим некоторое количество вершин вместе со всеми ребрами, которые из этих вершин выходят. А или давайте выкинем какую-нибудь любую вершину из вот этой вредоносной Клики КС. Любую. Выкинем. Оп. То есть исходный граф потерял вершину и, естественно, потерял все ребра, которые из этой вершины выходят. Понятно, да? Да. Передавайте вовремя следующую вредоносную Клифову и из нее удалим произвольную вершину. Шлеп. Опять. Граф потерял еще одну вершину вместе со всеми примыкающими к ней. И так со всеми вершинами. И так со всеми вредоносными Клифовами. Ну, в принципе, можно действовать экономнее. Видно, что вот эти две Клики пересекаются. Можно выкинуть одну вершину и сразу две Клики. Одним махом с Семеновым, да? Ну, а мне плевать. Ну, неважно. И того мы выкинули не больше, чем столько вершин. Да. Правильно? Да. Значит, осталось не меньше, чем Н минус С из Н по С на 2 в степени 1 минус С из С по 2 вершин. Верно? Угу. Осталось не меньше, чем столько вершин. И все ребра, которые на этих вершинах живут, ну, то есть их по парам соединяют, они как-то вот в этой раскраске омега по-прежнему покрашены. Что мы взяли граф, который покрашен, и выкидывали из него вершины, сохраняя при этом раскраску на том, что выживает. Выкидывали вершину, и на выжившей части сохраняли вот эту раскраску омега. Так? Угу. После удаления всех вот этих вершин, у нас остался граф, имеющий не менее стольких вершин, и как-то покрашены. Да. Ну, хорошо. А вот в этом как-то покрашенном графе, есть ли в нем одноцветный КС? Нет. Нет. Ну, нет, конечно, потому что у нас вот этот перечень всех одноцветных КС, если бы в оставшемся графе была еще одна одноцветная КС, то мы бы и из нее вершинку-то удалили. Мы из всех удалили на вершинку. Да. То есть мы нашли граф, мы нашли, вернее, некоторое М, которое больше не равняется Н минус С из НПС на 2 по степени 1 минус С из АСПО2, нашли некоторое число, которое не меньше, чем вот это. и такое, что в раскраске, в совершенно конкретной раскраске Омега полного графа на Н горшинах, в раскраске Омега, рёбер вот этого полного графа нет чего? Нет одноцветных КС, правильно. Что отсюда следует? Мы нашли такое М, больше либо равное вот этой величины, что в некоторой совершенно конкретной раскраске рёбер КМ нет ни одного одноцветного КС. В терминов числа Рамсеев что отсюда следует? Что? Р от СС больше чего? Больше Р, больше. Больше Р, правильно. Больше Р. Как следствие у нас получилось, что Р от СС больше, чем М. Ну, а которая в свою очередь больше либо равняется М минус С из Н по С на 2 в степени 1 минус С из С по 2. Вот получили такую новую оценку для числа Рамсея, альтернативную. Другое дело, что, конечно, глядя на неё трудно понять, она вообще лучше, чем предыдущая или хуже. Как её надо читать? Вот мы зафиксировали число С, да? Да. И дальше мы можем взять совершенно произвольное Н большее, чем С и подставить вот в это выражение. И для каждого такого Н будет справедливая эта оценка. Надо просто выбрать такое Н среди всех возможных, при котором вот эта разность самая большая при данном С. С нам дано 10. И вот нам нужно выбрать такое Н, чтобы эта разность просто была максимальной. И вот это будет служить наилучшей нижней оценкой при таком подходе. Придумал это дело Эрдош. Не странно. Короче. Эрдош был замечательный. Придумать всех интересных идей.